Приветствую всех искренне любящих Господа Иисуса Христа. Давайте сегодня вместе поделимся одним словом из Писания. Это книга «Исход», 11 глава, где Бог дает обетование израильскому народу, что при исходе из Египта ни один пес не пошевелит языком своим на них и даже на скот их. Интересно то, что Бог дает такое обетование, но когда переходим на Новый Завет через апостола Павла, это прекрасного человека, Бог говорит «берегитесь псов». Слово говорится так «берегитесь псов, берегитесь злых сделателей, берегитесь обрезания». Почему появляются псы в Новом Завете? Я не знаю, по какой причине это случается. Может быть, это из-за греха, из-за падения народа Божия. Может быть, это из-за духовно-сонного состояния. Может быть, это для искушения, испытания, которые Бог допускает в жизни своих людей. Он любит нас, поэтому допускает это. Чтобы нам более возрасти на лестнице богопознания. Может быть, и все эти факторы, вместе взятые, из-за этого и случаются. И еще есть один фактор, на который я хочу обратить наше внимание. В День Апостола, в 20 главе, прекрасный апостол Павел говорит так. «Пусть у моего отшествия войдут к вам лютые волки, не шадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, превратно, дабы увлечь за собой учеников». Цель человеческого естества удивительна. Некоторые хотят спасти души, так как спасал эти души Христос. Мы на то призваны. Мы призваны, чтобы Царство Божие распространилось в нас и через нас. Чтобы спасти души от грядушевого гнева. Гнев уже приближается. Мы замечаем, настолько ужасно стала жизнь на земле. Духовность абсолютно исчезает. И даже момент, когда ты хочешь делиться с духовными людьми, которые реально духовны, они реально духовны, они настоящие братья. Но когда с ними ты делишься и хочешь, чтобы они получали откровение от Духа Божия, они отстороняются от этого. Как бы боятся, как будто не получат ответа от Господа. Они боятся, что не могут получить ответ от Господа. Но Господь хочет именно этого, чтобы люди получали от Него ответа. Написано. Те сутсыны Божии, которые движутся Духом Божиим. Это пророчная жизнь. И Бог этого ожидает от всех Своих сыновей и дочерей. И вот здесь написано «Берегитесь псов». А там говорится, что ни один пес не будет двигаться даже языком своим на народ Божий и даже на их скот. Теперь, посмотрите. Когда Иосиф увидел сны, и он рассказал своему отцу, этому чудесному человеку, пророку Якову, и когда он рассказал своим братьям, они возмутились. Они возмутились. Они, будучи настоящими верующими, они, будучи уделом Божиим, они возмутились. Они не поняли это. А тем более, когда ты открываешь твоё откровение перед человеком, который не от удела Божия. Он есть пёс. Но он находится в этом уделе. Он вошёл туда. Он никогда не получит спасения. Он никогда не получит удела с Господом. Но он находится там. Он называется верующим. Такие люди порочат имя Господа. Такие люди, они так живут из-за их жизни. Потом приходит и уничижение на всех верующих. И люди думают, что все верующие именно такие, как эти. Но они просто называются верующими. Однако для них приготовлено совершенно другое. Не будем об этом говорить. И теперь берегитесь псов. Как нам берется? Как нам берется? Я хочу обратить наше внимание на книгу Левит, на 16 главу. Здесь говорится, что когда первый священник должен был принести ежегодную жертву, умилосемление для отпущения грехов народа Божия, он, когда входил в скинье собрания, должен был быть один. И с ним вместе там внутри никого не должно было быть. Ни одного священника, ни одного левита. Никто там не должен был быть. Он, когда входил туда, должен был снимать свою одежду полностью, омывать тело своей водой, одевать другие одежды. Хочу обратить еще раз на следующее внимание. Он одевался прекрасно. Одежда первого священника – это было что-то чудесное. Было там сделано из золота, из серебра, из драгоценных камней. Но Бог не принимал первого священника во время этого жертвоприношения именно в этих одеждах. Он должен был эти чудесные одежды снимать и одевать простые льняные одежды. И вот эти льняные одежды Бог называл святыми. Он одевал эти одежды после того, как омывал свое тело. Он входил во святой святых, принесил жертву, входил туда, молился Господу, приносил прощение грехов для себя, для своего дома и всего народа, и выходил. Но вот именно здесь случалось что-то. Он выходил, он снимал эти святые одежды, он снова промывал свое тело водою, одевал те красивые одежды, выходил, и только тогда он имел право общаться с народом Божиим. И только тогда люди могли подходить к нему. Почему? Если первый раз он был нечист, он очищался, а второй раз он же был свят, это была святость, почему он омывал свое тело водой и одевал другие одежды. Душа моя дорогая, обращай внимание, что ты получаешь от Господа пророчество, откровение, и ты не имеешь права вот это откровение и пророчество ложить перед всяким человеком и делиться со всеми людьми. Там могут быть и псы, которые готовы разорвать тебя на части, топтать это, повернуться. Иисус сказал, не бросайте жемчужина ваше перед свиньями и перед псами. Свинья, которые, это верующие люди, которые живут двойной жизнью. Почему свинья не может быть чистой? Потому что свинья не имеет качества жевать жвачку. Имеет копыта, и копыта имеют глубокий разрез, но однако не чистые, потому что они жают жвачку. Что это обозначает? Написано, вникай в себя и в учение, занимайся всем постоянно, ибо делаясь ей, и себя спасешь, и слушаешь их тебя. Если человек Божий передает Слово Божие, но он не углубляется в этом Слове, он свинья. Он отделен от мира сего, и между миром, между ним глубокий разрез, то есть великая бездна, он никогда не пойдет в жизнь этого мира, но он не углубляется в Слове Божьем. Это качество свиньи, это очень опасное состояние. Человек обманывает себя, он не углубляется в Слове, он не жует жвачку. Про заяца написано, что хотя заяц, он жует жвачку, но копыта не умеет копыта, и вот это качество дает понятие нечистоты. Это что обозначает? А этот человек углубляется в Слове Божьем, углубляется в Слове Божьем, но не отделен от мира сего, живет жизнью мира сего. Вот почему эти два качества в книге Левит описываются как нечистоту. И сейчас здесь, когда Бог говорит, что не бросайте ваши жемчужины перед свиньями, то есть перед людьми, которые, они отделены от мира сего, но они не углубляются в Слове Божьем. Что случается? Случается катастрофа. Как лава, выходящая из недра земли, встречается с водой в океане. И там что случится? Там взрывы, там что-то, там пар, там ужасно, там смерть. И вот когда изнутри тебя вот эта лава выходит, ты даешь это откровение, вот эта теплота, вот эта мощь духа, и ты даешь людям это, которые холодны к Господу, им все равно это. Они могут спокойно топтать и так уничижать твое откровение, что ты очень пожалеешь, что ты свое сердце открыт перед этим человеком. Нельзя этого делать. И вот псы точно имеют это качество. Они далеки от всего. Они далеки от духовности, от духовной жизни. Они просто физически находятся там. Они готовы разорвать тебя на части, если получат от тебя какое-нибудь откровение или пророчество, которое ты получаешь от Господа. Когда мы замечаем действия первосвященника, есть откровение, которое для тебя, лично для тебя. Не для тебя и для других, а только для тебя. Если ты помнишь, то Иисус сказал, что вот это сохраните в вашем сердце, «Не говорите никому, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Понятие слова «никому» даже было, относилось даже тем другим апостолам, которые находились внизу не на горе откровения, а внизу три апостола Петр, Иаков и Иоанн должны были хранить в молчании. И тебе тоже должно иметь это качество – хранить в молчании, доколе Господь не позволит твое откровение говорить там или в другом месте. Апостол Павел говорит так. «После моего отчествия войдут к вам лютые волки, которые не будут шадить стада. Из вас самых восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь за собой учеников». Действие человеческого естества удивительно. Одни приходят уже туда, потому что нет апостола Павла. Почему после отчествия апостола Павла? Потому что Бог поставил апостола Павла для зашитой учения евангельского. Для зашитой. Петр прекрасен, Иоанн прекрасен, все апостолы прекрасны. Но они не могли действовать так, как действовал апостол Павел. Апостол Павел дал себе полностью как жертву, чтобы Бог мог через него вести и действовать. Могушественно. И апостол Павел проходил все эти ужасы и дал возможность Духу Святому полностью проявить себя через апостола Павла. Другие апостолы, они тоже служили Господу. Но мы замечаем, что в книге Матфея, 28 главе, когда они пошли на гору, о котором сказал Господь, и увидели Христа, написано «поклонились». Но некоторые усомнились. К сожалению, у среди апостолов было сомнение. Даже тогда. Да. Вот почему в послании к Галатам написано, что из среди всех апостолов только трое назывались столпами. Петр, Иаков, Иоанн. И мы замечаем, как они закончили жизнь по истории. Петра на кресте убили, Иакова мечом, 12 глава Диане Апостолов, а Иоанна составили ссылку на остров Патмос. Итак, сейчас мы говорим о псах и говорим о действии, о котором Господь предупреждал. Мы должны быть осторожны и не искать в брате или сестре пса. Нам не нужно этого делать. Это будет катастрофа. Нам просто нужно слушать у Господа. Когда Господь не дает нам разрешения делиться тем или иным словом, мы не должны этого делать. И только тогда мы можем спокойно быть заширшенными в этом плане. И когда это будет давать свой плод, вот это откровение, которое Бог дал нам, тогда мы можем делиться по разрешению Господа. Шестая глава книги Евреям говорит так. «И все сделаем, если Бог позволит». Мы, как ученики, должны двигаться именно по позволению Господа в том или ином служении или действии. Второй стих, который написан «Берегите злых делателей». «Делатели» на поле, значит, на Ниве Божьем. «Делатели». Удивительно, но они злые. Злые. Что такое зло? Зло – это не добро. Зло. Смотришь на лицо человека и замечаешь, что хотя бы улыбался он. И не можешь подходить к этому человеку. А он говорит Слово Божие. А он двигается. Он делает какие-то шаги миссионерские. Он делает какие-то шаги, которые другие не делают. И вот этот человек – делатель. Но он злой делатель. И Библия говорит «Берегитесь злых делателей». Также и берегитесь обрезания. Что такое обрезание? Это возвращение к закону. Возвращение к закону, где благодать исчезает. Возвращение к закону, то есть к понятию спасения через дел, где вот эта спасительная благодать исчезает. Где человек начинает включать себя, свои действия и свое служение на дело своего спасения. И забывает Христа. Что Христос это сделал. Мы действуем перед Господом не потому, что мы через это спасаемся. Мы действуем перед Господом, потому что мы уже спасены через Христа. Да поможет нам Господь понять это слово. Да поможет нам Господь, чтобы не добавить или убавить на учение Божие что-то человеческое, чтобы нам самим спастись. Будем хранить страх Божий в наших сердцах и любовь к друг другу. Мир дому вашему. Аминь.